Всем привет, друзья! Вы часто меня просили сделать отдельное видео про ножи, которые есть у меня в коллекции. Как я могу вам отказать? Встречайте, в этом видео собраны все ножи, которые были у меня в обзорах. Поехали! Итак, это практически все ножи, которые были у меня в видео. За исключением парочки, которые я забыл захватить сегодня в студию. Для тех, кто разбирается в ножах, сразу скажу, не пугайтесь. С самого начала я начну с недорогих сувенирных ножей, которые особой ценности для ножеманов не представляют. И постепенно буду переходить к более качественным моделям. Итак, его величество Керамбит. Разумеется, из CSGO. Разумеется, градиент. Разумеется, недорогой. Разумеется, китайский. Из мягкой нержавейки для столовых приборов. Коротко по ножу. Сталь никакая. Пластик тоже не из дорогих. Из упаковки ножик заточен на 4 с плюсом. Выглядит круто, собственно, для этого он и изготовлен. Ведь это сувенирный ножик. Практического применения у меня этот нож не нашел. Однако, отмечу, что им, как ни странно, удобно открывать посылки. Ну, как-то так. Кстати, посылки удобно открывать только, когда его держишь, как обычный нож. Ножны тоже из пластика. Шли с темляком в комплекте. Продолжаем шествие по ножам из Counter-Strike. Это Flip Knife или складной нож. Тоже градиент. Механизм складывания с небольшим люфтом. Это очень характерно для большинства китайских ножей. На рукоятке есть клипса, которую можно перенести на другую сторону. Нож тоже сделан из дешевой стали, из-за чего его придется очень часто точить. Из упаковки был заточен просто очень хорошо. Можно было смело брить волосы и разрубать лист бумаги прям на лету. Накладки на рукоятке из очень, ну, очень некачественного G10. Но, собственно, от ножа за такую цену другого ожидать и не стоит. Нож может подойти только для ценителей игры CSGO. Это уже модель поинтереснее. Нож Balisong или бабочка из CSGO. Тоже градиент. В отличие от предыдущих моделек, этот градиент не матовый. Однако, хочу отдать должное. Производителям удалось сделать его внешне привлекательным. Это, кстати, вмятина, оставленная более твердым клинком. Дальше тоже идет бабочка с небольшими отличиями по форме от предыдущей. Знающих людей прошу подсказать в комментариях, как называется такой скин. Замок здесь очень тугой. Клинок заточен дичайшим образом. Он тоже может разрезать лист бумаги прям на лету. Безумно красиво смотрятся сквозные долы на клинке. Придают ножику более грозный вид. Кстати, кто посчитает количество ножей из этого видео и напишет правильный ответ в комментариях, тому обязательно поставлю сердечко. В общем, прикольная бабочка для распаковки самое то. Дальше у нас идет пара тычковых ножей. В комплекте с ножнами из полиэстера. Ну, эти ножики максимально просты в исполнении. Как вы уже заметили, тоже градиент. Вообще, градиент или цвет побежалости, он самый удачный, на мой взгляд, из всех скинов CSGO. Во всяком случае, ножики смотрятся не как детская игрушка за счет яркой раскраски, а как по-настоящему стильная вещь. Держать их без перчаток неудобно. Рукоятки впиваются в пальцы, да и практического применения для этих ножиков я так и не нашел. Они у меня просто лежат без дела в упаковке. Блин, напугался. И как ни странно, эти ножи тоже очень острые. И обязательно, кстати, поставьте лайк те, кому нравятся ножи из CSGO. И я закажу еще несколько интересных экземпляров для обзора. Поехали дальше. Это последний ножик из CSGO, который у меня есть. Он достаточно смешно выглядит. Ножны также сделаны из полиэстера. Смешно он выглядит по двум причинам. Первое. Он очень сильно уменьшен в размерах. Совсем малыш получился. Второе. Это фиолетовый цвет. Может, этот скин и выглядит в игре грозно или хотя бы как-то уместно. Но в реальной жизни он выглядит по-девчачьему. Скин сделан аквапечатью. Но что же, пипец какой острый. Накладки на рукоятке сделаны из такого же G10, как и на флипнайфе. Видно, что экономили при производстве. Как я уже говорил, нож острый. И в поход брать можно. Справится с любой деревяшкой. Однако из-за малой твердости металла придется часто его подтачивать. Ножи из CSGO закончились. Теперь переходим плавно к более серьезным моделям. Это самый поюзанный мною нож. Недорогой Ганза с клинком из стали 440С, который достаточно тверд, чтобы держать заточку долгое время. Этот скол получил как раз при испытании той бабочки на твердость. Можете посмотреть это видео, я оставлю ссылку на него в описании или кликнув на подсказку. Накладки рукоятки выполнены из качественного G10. Это совершенно другой G10, нежели у ножей из CSGO. Собран нож качественно. Я его несколько раз кидал, ронял, бил и ему хоть бы что. Была клипса у него, я ее снял, чтобы не мешалось. От частых ударов из ножа вылетело несколько винтов, которые держали накладки рукоятки. Пришлось заменить один из них на ноутбучный. Ножик выносливый, механизм работает исправно, без люфтов. И в целом продукция Ганза достаточно хороша для массового пользователя. Следующий на очереди тоже хороший ножик эконом класса от Ганза. Он самый нетронутый из всех, что у меня есть. Я его один раз достал из коробки для видео, показал вам и положил обратно. Собственно это второй раз за все время. Красивый, оранжевый с черным клинком. Накладки из текстурированного G10. Удобно сидит в руке и не скользит вовсе. Для туризма шикарен. Механизм работает как часы. Очень мягкий, плавный, хорошо фиксируется. При этом нет ни намека на люфт. Клипса тут крепится только с одной стороны. Лезвие довольно тонкое. И посмотрите какой мягкий механизм. Он как пушинка открывается. Бум! Красота! Удобные насечки под большой палец для хватки при ковырянии чего-либо ножом. Вообще нож для туристов, любителей очень хорош. Сталь тут тоже 440С, как и в большинстве ножей от Ганза. Крайне хорошая модель. Дальше модель от Гербер. В ножнах из АБС пластика. В ножны нож входит не очень хорошо, в отличие от Рюики, о котором мы поговорим позже. Сам нож скелетного типа. Вместо накладок на рукоятке, как вы уже заметили, идет паракордовый шнурок, который можно использовать в различных непредвиденных ситуациях. Подпись BR Grills'а. Сейчас покажу клинок. Клинок толстый, угол заточки маленький. Видно, что нож создавался для более суровых задач, чем рядовой туристический. Например, можно смело бушкрафтить, разрубать ветки, ковырять различные предметы. Геометрия клинка вся такая треугольная. Видно, что разработана для увеличения запаса прочности. Кстати, из опыта скажу, что можно использовать как метательный. Правда, из-за высокой твердости клинка на нем могут появиться сколы. А теперь дикий экземпляр. Можете посмеяться с названием. Фирма называется Yenlan. Нож очень увесистый для складного ножа. У него весьма большой и массивный клинок. Через камеру мне не удается показать, насколько он сурово выглядит. Но когда кто-либо из знакомых брал его в руки, все как один говорили. Вау, какой он здоровый! Во многом это из-за большого веса клинка. Он настолько толстый и увесистый, что нож можно использовать как мини-топорик. Рукоятка тоже из G10. Очень красивая. Как я говорил, нож легко использовать в качестве топорика. Он подойдет для более профессиональных любителей лесного туризма. А это уже более серьезный инструмент. Хотя бы потому, что его функционал не ограничен лишь клинком. Который здесь тоже массивный и годится для рубки веток. И в целом для бушкрафта, как и предыдущая модель. Творение Ганза. На вид он выглядит очень даже по-игрушечному. Все из-за зеленой веселой расцветки. Профункционал. На ножнах есть тропорез. Огниво. В первый раз, когда я его увидел, я подумал, что это свисток. И на обратной стороне алмазный брусок для быстрой правки ножа прямо на месте. На глаз смею предположить, что это шестисотый камень. Кстати, тут есть специальная площадка на обухе для огнива. Забыл сказать, что на торце есть стеклобой. Очень нужная вещь. Хороший экземпляр. Его обязательно оценят любители лесных посиделок у костра. А это уже максимально серьезный вариант. Настолько серьезный, что такой нож был в игре Warface. Нож этот позиционируется как охотничий. Он очень легкий и у него хороший баланс. А я его использую для нарезки шашлыков и прочих вкусностей. Рукоятка сделана из резины. Все максимально качественно и профессионально выполнено. Сталь 95Х18, кованая ручной работы. В общем, нож достаточно дорогой. Порядка 8000 рублей. Этот нож точно нельзя назвать игрушкой. И подойдет только для настоящих ценителей подобных изделий. Так, дальше у нас тоже нож ручной работы Black Predator или Черный Хищник. Правда, назвать его ножом у меня язык не поворачивается. Почему, спросите вы? Да потому, что его вес более 630 грамм. Толщина обуха более 8 миллиметров. То есть, по своим пропорциям он может потягаться с небольшим топориком. Кстати, вот такого размера должен быть нож Хансман из CSGO. И если бы его не уменьшили. Правда, толщина такой не должна быть ни у одного ножа. Нож тупой. Спуски огромные. Заточить его до остроты нормального ножа без предварительных токарных работ невозможно. Вместо оксидирования клинок покрашен черной краской. Хотя в интернет-магазине было заявлено, что именно оксидирование. Это такая дубина получилась. Я думаю, что этот нож просто слегка недоделан и не доведен до ума. Ну, как сказать слегка. Это модель из фильма Ридик. Нож называется Фурианский Улакси. Заказал его исключительно для того, чтобы показать вам. Так как практического применения этому ножу невозможно найти. Разве что использовать его как прокатный нож для нарезки овощей. Выглядит крайне грозно. Сталюка оксидирована. Это сделано для защиты клинка от коррозии. Клинок острый. Опять повторюсь, что он годится только для придания красивой картинки в видео и не более. Киноманам и фанатам Ридика может понравиться. Мачете Герберт. Это отличный инструмент для лесных походов. Рубить кусты и небольшие ветки можно только в путь. Правда, сталь тут неустойчива к коррозии, поэтому клинок оксидирован. Вот на спусках видна голая сталь и она покрыта коррозией. Но хочу отметить, что этот минус ничто по сравнению с плюсом этой мачете. Она очень хорошо держит заточку и даже после рубки древесины этим инструментом можно с легкостью резать бумажку, как остро заточенным ножом. Еще мачете удобно для нарезки крупных продуктов, например, арбуза, ананаса или еще какой-нибудь огромной штукенции. Более подробно про нее я говорил в видео о товарах для зомби апокалипсиса. Можете посмотреть, кликнув по подсказке. И да, это не кукри. У кукри клинок полностью изогнут, как бумеранг. Здесь же только лезвие изогнуто. Обух идет почти по прямой линии. А то мне в прошлом видео писали диванные эксперты в один голос, что это кукри. И еще одна мачете, это уже инструмент ручной работы. С очень громким названием зомби хантер или оркестр. Позиционируется как тактический меч. Бороненая сталь. Выглядит очень грозно. Форма просто бомбезная. Я его несколько раз использовал для фееричной нарезки ананасов, капусты, кабачков. Как ни странно, очень удобно им орудовать. Посмотрите, насколько она крупнее герберовской. Очень крутая вещь. Также под видео, где я разбирал кружку прилипалу, многие писали, чтобы я сделал обзор на ножик в виде патрона. К сожалению, у меня его с собой нет. Просто упомяну его здесь. Это сувенирный ножик от фирмы Ганза. Сделан очень неплохо. Стоит порядка 700 рублей. Корпус в виде пули сделан полностью из пластика. Он маленький. Уместится везде, где только можно. И сгодится для вскрытия упаковок. И ножик, который остался в авто, это маленький шейный нож от Рюики. Очень хорошо выполнен и у него как раз таки ножны сделаны предельно качественно. Нож фиксируется плотно, при этом очень легко вставляется в ножны. Обкладки рукоятки сделаны из G10. Клинок очень твердый. Заточку держит на ура. При этом достаточно неплохо правиться на водных камнях. Я безумно надеюсь, что вам понравилось видео. В скором времени будет тест новых товаров для зомби апокалипсиса. Поэтому ставьте лайк и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока.